Выхожу Ночь тиха, пустыня премьет Богу, И звезда звездною говорит. Субтитры подогнал «Симон» Песня 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 «Симон» Особой гордостью Александра Ивановича был огромный храм. Такой храм украсил бы любой уездный город, не то что село. В его планы входило строительство философско-богословского института в Петербурге в честь своего дяди, светоча славянофильства Александра Киреева. Но планам Новикова не суждено было сбыться. В 1910 году умирает Киреев. Новиков перевозит останки дяди в село, в родовую усыпальницу, а через два года умирает сам в полной нищете. Значит так, внимание все. Никаких вот таких рук. Все опустили. Лица бодрые. Разверни кепу. Итак, улыбаемся скромно и спокойно. Поняли меня? Т-31. Это группа экзаменационная. Остальные я сейчас сниму туфлю. Сейчас. Остальные техническая группа, поэтому стойте. Так, заводи свою свитку туда. Быстрее, Васильевич, поставишь его в вторую шеренгу. Донских. Подходит к ЮМЗ. Я сейчас подойду. Подходи. Стрибков подходит к МТЗ вместе с мастером Ведищев. Двое идут к комбайну. Мердляков и Беленов. Секунов, Руслан. Идет к А-700. Куда двое идите? Так, едите, едите, едите. Ты скажи, пожалуйста, что ты чувствовал, когда на тебя накладывалась ответственность за выполнение производственного задания? Гордость. Ну, молодой человек смущается, потому что управлять таким, как сказать, трактором, энергонасыщенным трактором, да и подобной техникой, фактически нужен твердый волевой характер, скромный, но требовательный к себе. Спасибо тебе, Илья, за то, что ты нам сегодня помог. Все. Новиковская благородная натура не могла, не хотела экономить на своем народе. Если школа, сделать ее самой лучшей в России. Учителя привлечь самых талантливых. А это приличное жалование, новейшие пособия и учебники. И он искал, находил и платил, часто сам оставаясь без копейки. Крестьянских детей одел в школьную форму, кормил и лечил. Для классов иконописи выписал лучших, знаменитых на всю Россию мастеров. Окончив школу, крестьянские дети шли в училище, становились учителями, поступали в университеты и составляли будущую элиту России. Вот у нас в той же Староюрском районе постоянно сейчас объявления требуются трактористы, требуются трактористы. И техника сейчас новая пошла, замечательная. Раньше, допустим, в те же 90-е годы было земель брошенных, а много. Сейчас нет ни одного клочка земли, которая не была бы востребована. У нас там город Мичуринск, он на Лукоград. Там же и садов много, и теплица строится, и проекты постоянные. То есть, в принципе, они тоже там себе работу найдут. У нас, в отличие от городов, ребята в основном здоровые. И большинство пойдут в армию на один год. А потом уже после армии кто-то здесь остается, кто-то уезжает. Часть вернется, часть нет. Как получится. Каждый выбирает путь для себя сам. Такое считают лучшим. Здравствуйте. Это со мной. Здравствуйте. Николай Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Я к вам сейчас зайду. Ну да. Давайте тогда сразу, сейчас, Елена Ивановна, пойдемте, это самое. Здрасте. Насчет проживания давайте разберемся. Пойдемте. Палатюре. Ну, то на пионерский костер пойдет, дрова, в реке. Купаться можно. Вот, песочек завезли. С завтрашнего дня будет заезд и уже будут здесь жить, купаться. Тут у нас есть такой матрос-спасатель. Иногда и на воде-то он вот лезет. У нас сколько входит в воду, столько и выходит. Иногда больше. Везде еще пройдите. Мало ли, паутина, где еще пыль. Да, хорошо. Еще 5-й ветер приберем. В таком случае я включу даже свет. Свет включает по большим праздникам. В Колумбе. А нас Новиков, он же не только был в Новикове. Он строил церковь, он помогал строить. То есть церковь строилась 20 лет. Правильно, Ленсеевна? В 1893 году, только благодаря его стараниям, церковь была открыта. Он помог. Школа Подгорная, Подгоринская школа, это уже фактические доказательства. Есть документы, что построено тоже на средства Новикова. А вот Вера Владимировна. Что-то такое, наверное, хотите спросить? Да, я хотела не спросить, а показать материал. Можно? О, давайте, хорошо. Значит, вопрос в чем? В конварках книги есть? Книги, брошюрки. Хотелось бы, чтобы вы своим зорким, привеческим взглядом по событиям хоть чуть-чуть как-то... Не хотелось бы допустить ляпов каких-то? Пистола книга 1700... Не 1851, а 1751 год. Это кто? Пистола книга. А, 1751. Князь Несвицкого, конечно. Какого же 1800 может быть? Вот не знаю, почему-то вот так вот где-то... Нет, нет, если есть ручка, давайте сразу еще поправлю. Николай Александрович вообще продолжатель, конечно, традиций и краеведения в нашем районе. Один из главных краеведов, наверное, района, может, и области. То есть безвозмездно, без какой-то оплаты, вот такой вот материальной. Посмотрим реакцию народа. Какие у кого, если замечания будут, да ради бога, давайте нам дополнительный материал, если вы хотите, чтобы было уточнено. Не сомневайтесь, не будут. Не будут замечания? Не будут. Я наоборот жду. Весь отпуск просиживает в архивах. Вместо того, чтобы на юг. Вот вместо того, как там жена мне говорит, раз там, говорит, нужно работу делать дома, другой, потом говорит, ты хуже пьяницы. Я говорю, почему ты хуже пьяницы? Она говорит, пьяница проспится, а краевед никогда. Это уже храническое. Афоризм оставлять. Кстати, завтра приезжает Медоваров, Максим Викторович, помните такое? Завтра в 5 часов вечера он встречается с населением, если есть желание. В Новиково, да? В Новиково, да. Новиков обвиняли в чем? Они говорили, Александр Иванович, ну, вы их кормите, они такую пищу не ели в нормальные годы, вы их перекармливаете, вы их приучаете, не нужно. Ну, он был такой, перфекционист практически на веков. Вот когда общежитие он сделал, ему говорят, ну, какие простыни, какие кровати, вон, киньте охапку соломы в угол, и пусть они там спят, крестьяне. Нет, у него все было по высшему разряду. Белые ножки, ой вы, водоруси, домой не ходите, с лёгра, на руки, и вы не будите. ПЕСНЯ 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 Пять лет назад приезжал я как раз. Да вот с книжкой по Кирееву плохо, потому что я-то думал, что они уже какая-то весь неё напечатают. ПЕСНЯ 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 Это не училище, это был его дом, о нем еще писал Тихомиров, что вот он выстроил себе громадный дом, громадный зал, а вход был здесь. А теперь тут что было? А потом клуб, сельский клуб. А вот надпись, видите, тут вот наверху? Слава КПСС. Это я вам не Новиков писал. Здравствуйте. Вот тут было оранжерея у него, и там какие-то пальмочки, все такое у него растут здесь. Он хотел, чтобы все было побольше и покрасивее. Это вообще случай уникальный, чтобы после февральской революции 17-го года в честь своих помещиков крестьяне Силопии именовывали. Это, наверное, вряд ли где-нибудь еще в России можно встретить такой случай. Все представители рода Новиковых Киреевых целью своей жизни почитали служение народу. Помещик Новиков жил на земле и каждый день участвовал в жизни крестьян. Александр Алексеевич Киреев вращался в самых высоких сферах. Он общался с императором, доносил до него идеи славянофилов и влиял на принятие политических решений. Он писал книги, выступал в газетах и добился того, что идеи славянофилов стали достоянием широких масс. Ольга Новикова, мать помещика Новикова и сестра Киреева, жила на два дома – в Лондоне и в селе. В Лондоне представляла идеи брата за границей, в село везла собранные в Англии пожертвования и помогала сыну советами. Здесь Ольга Новикова создавала одно из первых образцовых в России обществ в трезвости, потому что ситуация с пьянством мешала организации школы, особенно с пьянством среди учителей. А найти трезвых учителей было сложно. Это была проблема всей России тогда. И 1890-е годы – это эпоха подъема общества трезвости большого и в России, и в Европе. И у Ольги Новиковой, например, мы в письме встречаем даже такие упоминания. Сегодня в честь Дня моих именин служанка преподнесла мне подарок и записалась в мое общество трезвости. У них был интересный случай – раскол общества умеренной трезвости и общества полной трезвости. Общества умеренной трезвости собирались и пили понемножку. Ольге Новиковой это не нравилось. Она считала, что это прикрытие. Киреев ведь за что боролся? Чтобы фехтование преподавали, чтобы верховую езду преподавали, чтобы гимнастику преподавали, чтобы люди больше дрова кололи с юности до старости. Ну и вот совсем недавно обнаружил документ, что Киреев способствовал внедрению футбола в Россию. А вы-то вступили в общество трезвости? Я как бы и не пил никогда. Так что с чем мне бороться-то? Я, правда, не фехтую, верхом не езжу. Может быть, ездил когда-то один-два раза в жизни, а так нет. Дина Ивановна, здрасте. Здравствуйте. Я знаю, я Дина. Здравствуйте. Здравствуйте, проходите. Мы здесь не работаем, мы здесь не живем. А что вы тут делаете? Ну, у нас здесь здание, оно аварийное, оно уже все, оно не функционирует. Оно просто числится еще за мной. Здесь у нас, конечно, такого не было. Мы крышу латали, там тазики ставили. У нас тут хорошо все было. Может быть, какой после фильма выйдет, какой меценат нам средства выделит? Ну, конечно. И отремонтирует, а вдруг? В очередь станут. А может быть, такие есть? Тут был паркет, который натирали, Тихомиров пишет. Этот паркет, наверное, у Валентины Ивановны дома сейчас. Да, я видел, да. Что, что, что? Я пришла работать, и все так здесь было. Мы плотали, подлатывали. Нам ничего тут не переделали. Вообще, в 2009 году поставили на учет, как выявлен объект социального наследия. Это в гости на нас. Понятно. Но я что-то в реестре не вижу. Вот как выявлено, поставлено. И школа, и вот это здание, и вот тот корпус. Но у нас тоже много, что поставлено, что уже развалилось щепки и руины. Нет, это было в 2009. Но в реестре нет. Вот на их сайте, управление культурой, я смотрю, в реестре нет. То есть выявили, а дальше я что-то как-то не пойму. Сморжовник? Это золотистая смородина. Мы растим в огороде такой. Только у нас еще, естественно, не созрел он зеленый. Сморжовником, с крещеной. Да нет, нет. А у вас на югах. Представление о России как отдельной цивилизации сейчас общепринятое. Представление, оно есть везде. Оно есть в программах министерств, культуры, образования. Оно есть на уровне учебников. Все как бы знают. А славянофилы первые вбросили этот тезис. До них в этих терминах никто не обсуждал. В терминах самобытности. Вот Киреев этого и хотел, этого и дождался. Область у вас какая? У нас Нижегородская теперь была, Горьковская. Все вернули. А вернули, да? Да. В Тамбовом до революции было село Паганка и речка Паганка. И потом в 20-е годы крестьяне говорят, ну что мы живем в Паганке. Там все переименовывают Красный Пахарь, Красная Звезда. Давай тоже переименуем. И переименовали в Малиновку. Село теперь называется Малиновка. А речку, естественно, никто не переименовал. Она так Паганка и осталась. Реки вообще почти никогда не переименовывала. Да, да. Поэтому село Малиновка на речке Паганки теперь там у них. Ну да, да. Как древнейший русский город, который с 12 века носил название Пропойск, его переименовали в Славгород, да, в Белоруссии. В 45-м году Сталин переименовал, потому что сказал, нехорошо называть гвардейскую дивизию, гвардейская Пропойская дивизия. Хорошо бы хронику написать, начав с истоков этих хроников, родов, восходящих еще к 16 веку, и заканчивая 20 веком. Если бы это представить не как биографию одного человека, а как биографию двух ветвей семейства, это был бы интересный формат. Получится, наверное, что-то вроде коллективной биографии семьи. Судьбы этих двух семейств переплелись. Что касается Киреева, то эта тема оказалась действительно неисчерпаемой. Самодержавие, терпимо и благотворно, лучшая форма правления. Когда оно соединено с церковью органически, когда выслушивает народный голос. Царь есть выражение нас самих, своего народа. Пусть он будет строг, но он должен быть наш, он должен быть мы. Если же это не так, говорил Киреев, то он обращается в ничто. Выборы сделались настоящей школой политического разврата. Ведь, собственно, избрание портит нравы народа, ибо избираемые его подкупают и подлечим перед ним. Конституция, в конце концов, ведет к материализации государства. Парламентские дебаты, в конце концов, сводятся на денежные собрания. Государство превращается в компанию на акциях. После церкви самое важное дело в жизни государства – школа. Нападки на школу должны быть отстранены точно так же энергично и решительно, как нападки на церковь и самодержание. Выполз, извините, я перебил, вопрос важный, очень важный. Географии Киреевых и Новиковых весьма впечатляет. Представьте себе, человек сам в долги влез на собственные деньги, построил мини-силиконовую долину царской России. Задолжали его родственники. И подвиг этого человека не ставится в пример нынешней элите, как пример для подражания современного общественного патриотического менталитета. Знают ли об этом высшие круги, как я так понял, с вашего вопроса? Ну, так это вопрос не только по отношению к Новикову. Много ли они вообще знают примеров, подобающих бескорыстного меценатства, и следуют ли им. Недостаточно, наверное, знают, недостаточно следуют. Вот это, честно сказать, слово славянофилы меня коробит. Я скажу честно. Это не славянофилы, это люди, которые показывали, как жить надо со своим народом, дабы избежать социального потрясения. Стыдно мне их называть славянофилами, это цены своего народа. Александр Иванович Новиков спасал крестьян в голод. Ведь какие чувства надо иметь, видеть женщину, у которых нет молока, и ребенок пухлый от голода. Надо иметь великое сердце. Спасибо. В ответ на ваше выступление. В принципе, я разделяю ваш взгляд на то, что патриотизм они понимали как служение своему народу. Потому что столкновения Киреева с бюрократией, они во многом вызывались чем? Тем, что представители министерств и ведомств, они понимали патриотизм как служение государственному аппарату, служение своему собственному чиновничьему аппарату в ущерб интересам конкретных людей. Они пытались скрыть сам факт великого голода в России 1991-1992 года, как известно. Министерства пытались взвалить вину друг на друга, а сам факт замалчивать и не допускать помощи. Недавно в архиве нашел остаток от тогдашней сатирической песенки. Ездил в крайне урожайный, Вишняков советник тайный, был допрошен в Вишнеградский, и с улыбкой у Дурацкой все свалил на Дурново. Дурново подумал в гневе, не свалить ли все на племя, но не вышло ничего. А не вышло, потому что Александр Новиков с помощью матери пробился на страницы газет и стал открыто об этом говорить в том числе. Представители рода Новиковых Киреевых заметны во всех событиях русской жизни. Так было и с русско-турецкой войной. Николай Киреев, младший брат Ольги и славянофила Киреева, отправился на Балканы с гуманитарной миссией доставить продовольствие страдающему сербскому народу. Но взял в руки оружие и принял участие в военных действиях. Его героическая гибель всколыхнула русское общество. О нем слагали стихи и песни. Тысячи добровольцев, следуя его примеру, отправились на Балканы. Под давлением общества чиновничий аппарат капитулировал. Россия вступила в войну. Православие и славянство. Мы должны точно так же заступаться за грека и за сирийца, как за сербы или хорвата. Россия должна быть и оставаться православной славянской державой. Долго уже мы сидим у окна, прорубленного в Европу, с дуру открывшей его мастиш всему, что к нам оттуда лезет. Зазевались мы у этого северо-западного окна. Пора подумать и о восточной двери. Так вот оно, об влиянии. Вот эти выступления, встречи, фильмы, книги, речи. Личное влияние. Такой способ, какой он и дает эффект. Проникновение идей. Что, у славянофилов были партии? Никогда у них не было славянофильской партии. Они распространяли свои идеи и в конце концов, через 50 лет, наконец-то достучались. Через 50 лет вот этого постоянного давления, этих идей, они начали приносить плоды. Если 50 лет подряд одно и то же бить в одно место, да даже 20 лет подряд, класс начинает. Хорошо, что вот эта горячая вода нагревается, и это сразу можно вставить на... Вот такая синяя картошка только здесь. Это вывели новиковцы. Ребят, значит, вам яички, мне ничего за них не надо. Так. Вот тут вы немножечко разбились. Вы, может, прям их куда-нибудь пожарите, жалко, куда-нибудь крошечку. Это разберемся, давайте. Это не протекает? Нет, ну там одна разбилась. Давайте, сейчас мы разберемся. Да банка у меня из сумки вывелась. А мне ваш друг, профессор, делать. Он надыхает. Ничего не кушает. Он ждет, когда мы приготовим. Ага. Да. Так, тут все подписаны, закуски. Они очень хорошие, с картошечкой. Банки потом все отдадите, мне вам дефицит. Ух ты, сильно, 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 сильно. А куда вам нужны эти банки, они вам не нужны жить? Вы со мной туда ставите. Все отдадим. А это мне отдадите, потому что я, знаешь, сколько выкупаю. Все отдадим, все отдадим, да. Нам банки не нужно. Ой. Ой, а это, блин, класс. Подождите, ничего не рассказывалось. Поведор очень хороший, это зеленый, закусочный. Так, а тут очень солянка с рисом. Может, картошку или прямо открыть. Это вы нас толкаете на путь пьянцу. Нет. Это солянка. Это все мое, собственно, приготовление. Это все, как вся кристальная, чистая. Когда должны вас угостить. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Все они, кто участвовал в этом, все умирали. Не быстрой смертью, а болезненной. Все болячки на них сыпались. В муках они все умерли. Вот это последнее. Бог наказал. Бог наказал. Церковь, где была, мы определились до 5 сантиметров. Она так и была. Вот такое у нее было направление сюда. Вот там был склеп, сам был склеп. Алтарь был, естественно, там. В идеале бы и часовню где сделать? Все-таки село-то достаточно населенное. В 2011 году, когда было 150 лет со дня рождения Новикова, мы объявили сбор пожертвований. Открыли счет. 332 тысячи рублей мы собрали. Это, в принципе, довольно весомая сумма. Первоначально было, сколько соберем, там, может быть, оградку заменим, может, что-то еще. А когда деньги пошли, у нас и пошли уже другие планы. Мы барельеф Новикова как раз этот скульптор сделал. И памятник довольно приличный, я считаю. В облаженном успении вечный покой, подашь Господи усопшему рабу Твоему, приз напоминаем Александру и сотворим вечную память, Вечная память, вечная память, вечная память Души их во благих во двори отца И память их в род и род. А вы батюшке рассказали, что в Новиково святой родился? Мужчинкуар? Да. Да, он здесь учился. В этой же школе? Да, именно в этом здании, да. Еще в нашем селе учился, здесь родился, изобретатель кирзовых сапог, Иван Васильевич Плотников. Он потом уехал, закончил химический техникум. Он сначала делал там эти вот сапоги, там, не очень получалось, потом дело забросил. 41-й год начался, склады были захвачены, А будь армии был невыска, про него вспомнили, нашли его, поставили его директором завода Кожемита в Москве. И было дано задание, эту обувь, соответственно, довести до ума. Вот этот человек, который обул всю страну, обул в хорошем смысле, это Иван Васильевич Плотников. Вооружил, так сказать. Алексей Иванович Балясников. Ну, он герой Советского Союза. Он непосмертно, он умер в 1986 году, после войны. Ну, герой Советского Союза же, да? Говорят, а давайте школу назовем по имени Балясникова. Старые учителя говорят, ни в коем случае, он был хулиган еще тот. Пусть он герой, но он был хулиган. Нельзя называть его именем школы. Фотографии его все-таки надо повесить. Это еще не показатель. А, да, фотографий-то и нет. У нас же не все люди на памятных досках изображены. У нас еще стен много и людей много. Я человек чисто крестьянского происхождения по родителям. И все равно мы, так сказать, значительную часть года, не только летом, но и зимой, мы живем в деревне и, да, имеем там дома проводим. Там отец у меня по большей части вообще там предпочитает жить. А в городе только наезды не появляются. Вот у нас в Новико приехало три семьи из Москвы. Двое они вообще не местные. Вот они выбрали здесь. Да вот с Донбасса ко мне приехали. Ну, это же такие вынужденные. Да, но все равно приехали, остались. Остались, да. В последние годы как-то все-таки побольше людей стали на село переезжать. В Москве вот очень это распространено. В Москве, да. Но многие уезжают не от того, что они хотят работать на земле. Живут для того, чтобы вот радоваться жизни, но не работать. Но здесь мы говорим о более глубоком. Русское село не как дача, а как место для постоянного проживания, возделания земли, хозяйства, сельского хозяйства. А это на сегодня, как говорится, насущный вопрос. Это будущее наше. Дорога-то хорошая вроде. Да. Замечательная дорога. По другой что ли едем? Да нет. По этой. Туда-то ехали, была плохая, а сейчас хорошая вроде стала. Ну туда мы ехали по той стороне, а теперь по этой. Я же не могу правила дорожного движения нарушать. Все. Кончилась сказка. Зато у вас лихачей нет. Максим Викторович, все, давай. Все. Какие проводницы, прям хоть уезжай. Вообще вы. Тут вообще все красивые. Может одну проедем, что ли? Вообще нужно продавать билеты, и уже чтобы фотографии проводниц были. Вот вагон, проводница, проводница, проводница. Обиделась. 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 Предание. Предание. Вы знаете, вот Новиков, барин Новиков, какие новика. Он людям сколько сделал. Он людям дал новика работу. Рабочие места и жизнь дал. Вот сейчас не было училища, вот этого все бы. Ну где б людям работать-то? Да и села бы у нас не было бы. У нас не было бы села. Он ездил, уговаривал земским начальникам, будучи, людей, общины, а закоренелые общины были, костные общины, у каждого были свои мысли, собирать деньги и строиться. Когда начальную школу построить, а в то время построить начальную школу на два или на четыре класса, это было уже гигантское достижение в селе. Он обращался к государству? Нет. Он подал всем пример, что не надо валить ни на кого. У государства не хватит денег, у государства и так забот много, что надо самим все делать. Строй дом, строй сад, вноси вклад в уборку территории, благоустройство улицы, в посадку лип, сирени, других вещей, или поддерживай краеведческий музей, поддерживай побеждительский фонд, который создается при учебном заведении, или при сельском совете, или сам создай. И когда вот эта вот поддержка идет, люди начинают понимать, что они нужны, и что они сильнее сами. Сами. Вот пример Александра Ивановича Новик. Дипломы, как известно, бывают двух цветов. Красного и Синего, да? Красный что означает? Что человек учился только на отлично, овладел знаниями отлично, от начала до конца. И такие люди у нас есть. Диплом о среднем профессиональном образовании с отличием вручается Моисееву Дмитрию. Поздравляю. Гальцев Иван Юрьевич. АПЛОДИСМЕНТЫ Дикунов Руслан. АПЛОДИСМЕНТЫ Осипов Илья. АПЛОДИСМЕНТЫ Молодец, Илья. Ильин Павел. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Наташа вообще там не видно. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Саня, вы заблокить придете? Саня, вы заблоките придете? Саня, вы заблоките придете? Саня, вы заблоките придете? Продолжение следует...